Доброе утро! 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 больше как у кого-то может быть меньше но смысл в том что им этого соревнования возможно и не хватало последнее время потому что все равно да так или иначе да они все борются за внимание тренеров но это была одна группа сейчас они разделены и сегодня это действительно будет борьба и так вот даже я говорю что интересно было под наблюдать даже больше не за игроками потому что для них это более привычно а за тренерами которые весь этот лагерь прошли вместе у них то никакого соревнования не было между собой и вот сейчас они что-то там одна группа в одной стороне другая группа в другой стороне и они обсуждают естественно игру понятное дело что но выиграть хочется все таки наверное каждому человеку да который вообще спортсмен в душе и бывшие игроки и многие тренеры являются бывшими игроками и так далее да тут просто надень на какую-то часть ребят белой майки на какие на какую-то красную уже появляется соревновательный друг дух плюс вчера у нас был драфт бы по ходу расскажем кого под каким номером выбрали вот сразу скажем что михаил кулагин был первым пиком этого импровизированного драфта борис соколовский его выбрал так вот вспоминая мы уже дреймонда грина до который помнит всех кого выбрали выше него на драфте я думаю этим ребятам тоже хочется доказать что они достойны того чтобы все-таки пара я попробую озвучить до вчерашнюю шутку которая прозвучала до который ты мне рассказал что российская федерация баскетбола все таки исправила вот ошибку национальные баскетбольные ассоциации да и все таки выбрала артема клеменко под под вторым номером драфта это сделал денис годлевский очень день денис годлевский скажем так исправил ошибки менеджеров 30 клубов национальной баскетбольной ассоциации посмотрим насколько его менеджерский талант также хорош ли как талант тренерский вызвал вчера очень бурную реакцию среди игроков на самом деле это шутка разумеется у артема все впереди и мы совершенно не удивимся и очень надеемся что когда-нибудь он окажется в лучшей лиге мира и вот сейчас он делает шаги к этому в том числе пытаясь пробиться сборной россии я думаю что если он станет игроком национальной сборной впервые потому что он не играл за резерв за резервные сборные россии то это очень поднимет его статус в том числе в национальной баскетбольной ассоциации у нас совсем немного времени остается до начала игры у нас сегодня много гостей и в том числе гостей из федерации не только тренеры которые обычно к нам приходили всю неделю сегодня все руководство федерации находится вместе с нами я попрошу тебя попросить позвать в нашу студию андрея кириленко и для для того чтобы пообщаться с ним на темы конкретно открытого лагеря еще может быть перед началом игры мы успеем это сделать продолжается разминка и объявлю я пока у нас все готово владимир спивак и андрей кириленко уже на позиции и поэтому я передаю владимиру слово андрей кириленко президент российской федерации баскетбола андрей какие впечатления что удалось посмотреть в течение этого открытого лагеря удалось посмотреть ребят молодых это очень здорово потому что это те друзья которые у нас сегодня есть они смогли увидеть чем мы вообще располагаем и я рад что из этих ребят 5-6 человек уже попадут в основной сборной сегодня вот мы сделали такой импровизированный драф до команды годлевского команды соколовского чисто по составу команд есть какие-то предпочтения за кого будете болеть можно даже не озвучивать нет предпочтений нету как таковых но почему-то мне кажется от красная команда посильнее мне так кажется визуально но у белых есть преимущество в том что у них 4 человека которые имеют уже опыт выступления в лиге втб причем такого постоянного выступления вот а здесь ребята все-таки в красной команде скажем так поменьше опыта но на мой взгляд они поинтереснее выглядят объективный взгляд по своим ощущениям понятно что это тренировочный лагерь и но по своим воспоминаниям насколько будет сегодня игра пропитана соревновательным духом мне кажется что в любой момент когда спортсмен особенно в баскетболе выходит на площадку есть игровая какая-то составляющая это максимально интересно я думаю что будет интересная хорошая борьба следующее инжен scoring инжен Принято решение Играть в четверти по 8 минут чистого времени Но опять же по состоянию игроков После большого перерыва будет принято решение Будет ли это время чистое или грязное Действительно вчера была очень интенсивная тренировка Даже две и под конец второй тренировки Даже Сергей Дмитриевич Базаревич сказал, что ребята визуально подсели Поэтому, конечно, чтобы сегодня игра получилась более зрелищной И более динамичной Совершенно логично играть четверти по 8 минут Друзья, мы, наверное, такую штуку интересную проанонсируем Мы постараемся максимально, как вы заметили, быть открытыми И стараться задействовать вас в том числе Поэтому сегодня у вас есть возможность проголосовать за самого полезного игрока этого матча Обязательно смотрите нашу трансляцию на YouTube И в социальных сетях, ВКонтакте, в Facebook Оставляйте комментариям свои пожелания относительно самого полезного игрока С вашей точки зрения И в конце игрок MVP получит символический приз От Российской Федерации Баскетбола Поэтому вы имеете большое значение тоже в сегодняшнем матче Пожалуйста, участвуйте и помогайте нам Ну и, конечно, свои вопросы оставляйте обязательно Мы продолжаем на них отвечать Совершенно любые вопросы, касающиеся сборной России Да, ну что ж, обратим внимание сразу на то, что команда красных вышла на площадку намного раньше Это тоже такой показательный момент Вот, они рвутся в бой Ну и внимание на стартовое выбрасывание У команды белых, которые сейчас с мячом на позиции первого номера Максим Колюшкин, Евгений Бабурин под номером 4 Атакующий защитник Владислав Трушкин номер 16 Владимир Ивлев и Никита Зверев И Владимир Ивлев набирает первые два очка в сегодняшней встрече Точно так же, как он сделал это в матче против сборной 20 лет В схожей манере, там только вколотел сверху Здесь чуть-чуть не дотянулся, но, в принципе, не в этом смысл Первые два очка набранные Владимиром Ивлевым Отличная передача внутрь, да Да, и состав красных назовем Это Михаил Кулагин, первый номер драфта нашего Вячеслав Зайцев Это Ильницкий, это Левшин и Винник Вот такая пятерка вышла со стартовых минут команды Соколовского Ну, Борис Ильич вчера очень поверил во время драфта в молодых игроков Вот Ивана Русецкого взял в свою команду Дениса Левшина Кулагин лезет под кольцо, скидка на дугу Зайцев со слоном и Винник здесь поставил Ильницкий полез в проход И завершил эту атаку попаданием Но будет два штрафных броска исполнять Ильницкий, Левшин, Русецкий, вот эти молодые ребята из системы подмосковных химок Все в составе Бориса Ильича Соколовского Не точен первый бросок Ильницкого С линии штрафных 2-2, а счет Не забирает Трушкин, смахивает сначала, а потом вместе со Зверевым они забирают этот подбор Колюшкин И на Зверева пробежку фиксируют арбитры Ну вот белые пока пытаются играть внутрь Мы видели результативную атаку Владимира Ивлева В последующих двух ситуациях они задействовали Никиту Зверева Сразу дают ему почувствовать уверенность с самого начала матча Это важный будет элемент для победы белых Ну и готовится первая замена в этом матче Денис Годлевский будет выпускать второго номера драфта Вчерашнего Артема Клименко Ну такой бросок на удачу скорее уже нужно было выбрасывать этот мяч И вот она замена Заигрался Миша Кулагин Пришлось в экстренном порядке уже выпускать мяч на исходе владения И этот бросок не увеличался успехом Евгений Бабурин, один из лучших именно защищающихся игроков этого лагеря Сразу прессингует Мишу с центральной линии площадки И очень мало пространства у Кулагина Да, кстати, это очень интересный момент Потому что кроме в целом наблюдений Нужно смотреть на частности И Бабурин и Кулагин Это как раз одни из главных кандидатов, пожалуй, среди задней линии На попадание в состав Уже который продолжит играть Тренироваться с Сергеем Леонидовичем Базаревичем Совсем скоро, уже 20 числа, уже начнутся тренировки основного состава И здесь очень интересно, потому что атакующий потенциал Михаила против отличного оборонительного потенциала Евгения На это интересно посмотреть Вячеслав Зайцев Первый из двух своих штрафных реализует Подозвал Денис Годлевский и Женю Бабурина Какие-то ему дал указания Посмотрим, что сейчас разыграют белые Как мы неоднократно говорили, сборная России этим летом пытается играть быстро Попытается максимально часто набирать легкие очки Но пока вот ребята под нагрузками И, конечно, какого-то сильно скоростного баскетбола ожидать не приходится Но зато они выполняют другие требования Базаревича По защите, прежде всего, это прессинг постоянный Артем Клименко получил опять под кольцом мяч Он появился на паркете вместо Никиты Зверева И белые продолжают настаивать на своем Давить внизу, заигрывать своих центровых Здесь Михаил Кулагин за счет индивидуального мастерства пытается атаковать Подбор за Владимиром Ивлевым И Евгений Бабурин начинает атаку белых Знаешь, я сегодня говорить буду, наверное, меньше, чем ты Потому что параллельно еще занимаюсь режиссурой этой трансляции И переключением камер Поэтому смотреть нужно мне в три места одновременно И как-то это пока что получается Но посмотрим, как будет продолжаться Влад Трушкин совсем один на дуге Не попадает Подбор за белыми У них почему-то чуть больше, чем 14 положенных секунд на атаку Бабурин Фирменный прием Неточен Не получается пока с трехочковой дуги попасть у обеих команд Вячеслав Зайцев разгоняет атаку красных Сам полез дальше Ильницкий Левшин Уже пара замен у красных тоже состоялась Винник появился на площадке Да, пока очень низкая у нас результативность Хотя как раз мне нравится, как проходят какие-то комбинации И можно сказать, что игра идет очень осмысленно Просто завершение хромает пока что Я не говорю про какие-то броски А именно конкретно про розыгрыши Которые у нас есть И мы наблюдаем их И видим, что есть тренерские установки И игроки эти установки пытаются выполнять Два очка Вячеслава Зайцева засчитывается Он еще бонусный штрафной исполнит Но тут стесняться нечего Поэтому, в общем, любимый прием Вячеслава Зайцева Такие агрессивные проходы можно использовать смело Штрафной не реализует Ну, действительно, наверное Я думаю, что они не проснулись еще, ребята Да, и показатель некоторой усталости Я думаю, вот эти все неточные броски За 4 минуты еще ни разу издали Ребята не попали Ну и очередная замена Уже на этот раз в команде Соколовского Вместо Винника на площадке появляется Гудумак И ему, конечно, очень хочется проявить себя Потому что для него это, ну вообще такая первая проба пера в этом лагере Напомню, что он не принимал участия в игре против команды 20-летних И сразу у него довольно тяжелая задача по опеке Артему Клименко Артем агрессивно просит мяч под кольцом, получает его Но Саша Гудумак, на самом деле, несмотря на свой небольшой рост для пятой позиции Уже несколько сезонов выступает на позиции пятого номера У него длинные руки, очень мощное тело И вот в этом компоненте, в умении толкаться под кольцом, в защите, прежде всего, он своим более высокорослым оппонентам не уступает Один из двух Артем Клименко забросил У него, кстати, уже два персональных замечания Ну да, и у нас команда белых, команда Годлевского переходит на игру, можно сказать, таким быстрым составом Потому что появление Никиты Балашова, пара больших, Балашов-Ивлев Обещает нам достаточно быстрый переход из защиты в нападение Ну да, и у красных самый высокоростный сейчас пятерки Саша Гудумак, 2-0-3 у него И они, в общем, тоже претендуют, наверное, на быструю игру У них, в принципе, опций не так много Еще есть центровой Александр Винник, он сейчас присел Ильницкий лезет под кольцо, Гудумак Здорово! Да, да Ну, вот Саша очень хорошо забивает эти мячи из-под кольца Опять же, несмотря на свой низкий рост, он, в общем, с раннего возраста приноровился Ивлев смело идет проход и левой рукой не забрасывает этот мяч Но стоит похвалить его, опять же, за храбрость, с которой он полез под кольцо Вот, на самом деле, когда Владимир играет на позиции пятого номера У него есть это большое преимущество над оппонентами Первый шаг, он, в общем, не стесняется делать удары И тут же лезть под кольцо И есть некое отчаяние в этих его проходах Но он уверен, что там или фол, или что-то другое заработает Потому что физической мощью, несмотря на, может быть, не самое габаритное тело Он все равно... Нет, но Ивлев атлетичный игрок Здесь не вопрос размера мышц А вопрос здоровья в целом и атлетизма В этом нет никаких сомнений Еще одна замена Ильницкий присаживается на скамейку Вместо него Винник возвращается на площадку И Захаров меняет Левшина 8-5 после атаки и штрафных в исполнении Ивлева Денис Захаров очень интересный игрок У него, как мы говорили, был хороший сезон Ненесей Но, на мой взгляд, пока в этом лагере он себя не проявил в достойной мере И эта игра может что-то изменить Кулагин и вновь мажет игроки открытого лагеря Из-за трехочковой дуги Я к твоим размышлениям о Ивлеве и игре на позиции пятого номера Вспомню, как в сборную ворвался Семен Антонов в свое время Он до этого привлекался на такие подобные тренировочные лагеря Но, что касается именно игры за национальную сборную То для него попадание в официальный ростер в 12 случилось в 2011 году На чемпионате Европы в Литве И тогда Семен как раз был главным Роль ему такая была выдана главный сменщик Тимофея Мозгова И был вторым центровым команды И провел достаточно много времени И очень хорошие минуты И всегда его выход Он знаменался какой-то пользой для команды Не обязательно в наборе очков Но и в том числе И как раз это к разговору о том, что Семену очень удобно было выступать на этой позиции Понятное дело, что ему тяжело было бы играть основным пятым номером всегда Но вот какие-то минуты сыграть и принести пользу команды Именно выходя со скамейки Эта роль просто замечательно была сыграна Семеном в свое время Ну и мы помним, конечно, его Данг через Бенгу С которого он начал выступление за сборную на серьезных турнирах Тоже это ему позволило сделать его мобильность Продолжаются у нас промахи из-за дуги Такой немножко сумбурный баскетбол Ивлев под кольцом получает мяч Классная скидка на врывающегося Балашова И два штрафных броска Никита исполнит Здорово, действительно, Ивлев и Балашов играют вместе И они знакомы еще по выступлениям за Динамо Четыре сезона назад В общем, они оба воспитанники этой команды Поэтому прекрасно знают друг друга И их Сергей Базаревич еще когда-то тренировал в московском клубе Балашов на линии штрафных Такой хороший заброс Один из красивых моментов случился с его участием В матче против сборной 20-летних игроков Нас спрашивают, почему нет Антона Остапковича Про Антона мы вчера очень подробно рассказывали У него травма руки, кисти, правой бросающей Поэтому он не может в полноценной мере участвовать в тренировках и в играх Но работает над физическими кондициями с нашим американским тренером по физподготовке Эндрю Пейджем Отличная передача внутрь на Дениса Захарова И первые вот такие красиво набранные два очка в сегодняшнем матче После передачи внутрь Колюшкин, Трушкин ставит ему за слон Колюшкин шагом назад выполняет этот бросок Но мажет 55 секунд до конца Винник против Балашова Ему призывают обыгрывать Ну и не должно это составлять труда У Александра просто огромное преимущество в габаритах над Никитой И он левой рукой забивает два очка 12-7 и тайм-аут команды Дениса Годлевского Ну что ж, 12-7 счет в пользу команды Бориса Соколовского И играть еще в первой четверти осталось 43,5 секунды Первый тайм-аут в сегодняшнем матче На ваших экранах Денис Годлевский и те игроки, которые сегодня вместе с ним А также тренерский штаб Кстати, вы так и не назвали Обещали, обещали и не назвали Давайте пока пауза Назовем вот Годлевский на ваших экранах Вместе с ним в этой команде тренеров Никита Маргунов Эндрю Пейдж, Георгий Артемьев Василий Купрейчик, доктор И Глеб Плотников Это состав команды Годлевского Тренерский состав Что касается Соколовского То здесь, кроме Бориса Ильича В команде, ну такой сахалинский, да Сахалинские ассистенты Это Рауд Эдуарда, Максим Учайкин Также им помогает Сейчас посмотрим Дмитрий Колчанов Да, Дмитрий Колчанов вместе с ними В штабе Из одного человека У нас, видимо, очень внимательно Вы слушаете наш разговор И просят ссылку на данг Семена Антонова за сборную Мне кажется, он на Ютьюбе есть При желании можно его найти Это не составляет труда Но это того стоит Потратить 5 минут поиска Главное, даже не сам данг А реакция Семена, я помню, после этого данга Ну да, в общем, с тех пор Семен В принципе, все свои удачные моменты на площадке Разные-то одинаково довольно Возобновляется у нас игра 40 секунд до конца первой четверти С мячом белой Они пока уступают 7-12 Бабурин Поставит ли ему Балашов за слон Нет какой-то ступор в атаке команды Годлевского Трушкин, Ивлев здесь У него мисс-матч против Захарова Отлично Денис отзащищался Не дал получить мяч Бабурин трехочковый Есть первый трехочковый в этом матче вообще И Женя с третьей попытки Сумел Сумел забросить мяч издали А 10 секунд до конца Последнее владение этой четверти за красным И Денис Захаров Винник ему здесь ставит за слон Захаров идет в другую сторону Русецкий под кольцом Ой-ой-ой Как Русецкий сейчас взлетал Идея была потрясающая И если бы это, конечно, мяч состоялся Это был бы, пожалуй, самый красивый момент Сегодняшнего матча Если не в истории баскетбола Закончилось первое четверо 12-10 в пользу красных Команда Бориса Соколовского И у нас небольшая пауза Субтитры создавал DimaTorzok Так, обратили мы внимание Что Сергей Базаревич, видимо, на стороне команды Дениса Годлевского Ну, кстати, он вчера попросился в помощники после драфта Он попросился в помощники Годлевского Ну, на самом деле, да, ирония иронии Но, видимо, какие-то коррективы главный тренер внес И что-то ему интересно В первую очередь какие-то дать указания Чтобы они были выполнены Чтобы просмотреть определенные ситуации Да, друзья, большое спасибо, что вы нас смотрите Есть очень известные люди среди наших зрителей Я напоминаю, что мы призываем вас голосовать за самого полезного игрока этого матча Ваше мнение будет очень важно для нас при определении этого человека И мы вручим ему приз символически Да, раз уж на то пошло, ты решил объявить это пораньше Все-таки я думал, чуть попозже это сделать Ну, да ладно, мы вчера говорили на трансляции тренировки Открытого лагеря Но если более конкретно У нас заготовлен памятный приз МВП открытого лагеря Не только этого матча Но матч, наверное, как лакмусовая бумажка Все-таки в данной ситуации И хотим вручить после игры МВП этой игры И призываем вас голосовать Единственное, что Просьба все-таки не Из космоса Эти брать фамилии Да, а конкретно по игре Вне зависимости от ваших симпатий Быть более объективными И ваши голоса также будут учитываться В определении МВП этого матча Но, опять же, вспоминаем историю Яумина Если кто-то будет голосовать за Антона Пушкова К примеру, который в игре участие не принимает Естественно, никакую доску мы ему не вручим Клейменко тем временем набирает два очка Первые для себя в этой игре Отличная комбинация в исполнении белых Очко из этих двух смело себе может записать Влад Трушкин, который прошел под кольцо И сделал скидку на Клейменко У Клейменко в самой юности Когда он только появился на Скажем так Радарах российского баскетбола Была проблема с таймингом Он обладает прекрасными физическими возможностями Но он постоянно Выпрыгивал чуть раньше Или чуть позже, чем требовалось И вот сейчас он проявил терпение И набрал два очка И отличный еще перехват исполнения белых И вот они выходят Выходят, вышли вперед после штрафного Артема Клейменко Впервые в этом матче И сейчас еще два очка набирают 13-12 Ну чуть ли не в первый раз выходит команда белых вперед Возможно на старте такое было Да, Ивлев набрал первые два очка И потом после этого Вперед ушла команда Соколовского И долго это преимущество удерживало Хочу отметить в первую очередь В этих эпизодах Игру против Михаила Кулагина Мы уже отметили Да, его опеку Бабурина против Кулагина Но также здесь Очень интересный момент Все-таки Годлевский работает с Кулагином В клубе ЦСКА И он-то как раз, наверное, лучше всех Из тех тренеров, которые представлены здесь Знает сильные и слабые стороны Миши И здесь как раз интересен тот факт, что вот такую дабл-тим Такую двойную опеку сейчас Трушкин помогал Бабурину И как раз это сработало Перехват состоялся Это быстрый отрыв В исполнении тех же игроков Которые поработали и над перехватом Это очень интересно Это говорит о том, что конкретно Скаутинг какой-то велся Ну я шучу, конечно То есть скаутинг не требуется Но абсолютно осмысленные действия наших тренеров И моделирование игровых ситуаций Которые помогут В том числе и Кулагину В дальнейшем Потому что наверняка против него Все-таки Миша Игрок талантливый Но в игре не так часто мы могли его увидеть И когда ему придется брать минуты И если он пройдет в итоге в основной состав То все-таки ему придется сталкиваться с подобными моментами Уже в официальных встречах И как раз моделирование подобных ситуаций На вот таких вот товарищеских играх Это пойдет на пользу Первый точный бросок Вы сдали Миша Кулагин На счет сравнивается у нас 15-15 Колюшкин в проходе не попадает И фол Артема Клименко Который у него уже по-моему Третий Ну вот смотрите Буба лучший Даже если мы с вами согласны Я сейчас про комментарии наших зрителей Даже если мы с вами согласны Вот такой комментарий он не будет учитываться Потому что Буба лучший Это понятно и так Вот А вот более конкретно Все-таки Такие Потрясающий блокшот. Ну вот, один из самых габаритных игроков этого лагеря. Артем Клименко так постепенно-постепенно входит в игру. Он уже, мы отмечали атаку в нападении, и вот сейчас защитные умения демонстрирует. Пошло некое движение мяча у белых. Сейчас у Бубу был открытый бросок. Он передал мяч на Колюшкина, и тот не забросил издали. У Макса пока ни одного очка, хотя много возможностей было пополнить свой лицевой счет. И вообще у белых набирали очки пока четыре баскетболиста. У красных уже шесть человек отметились набранными очками. Спрашивают нас как раз про Зайцева. Играет ли он в Химках? Да, прошлый сезон Вячеслав провел в красном октябре, и в этом межсезонье подписал контракт с родными, наверное, можно сказать, химками. И вернется в клуб, будет играть уже под руководством Ивановича в следующем сезоне. Еще одно нарушение правил команды белых, команды Дениса Годлевского. И продолжит владение команда Соколовского. Зайцев остается против Балашова, просит всех разойтись, сам полезет в проход. Не получается с первой попытки обыграть. Пытался найти скидки Александра Винника. И здесь игра ногой, останется владение за красными. Один на дуге Ильницкий. Он может отсюда забросить, но не в этот раз. И подбор у Никиты Балашова. Немногими, скажем так, атакующими оружием обладает Санислав Ильницкий. Но вот трехочковый, можно смело к ним причислить. Довольно стабильный на него Устаса. У нас произошло несколько замен, поэтому, я думаю, есть смысл объявить составы, которые сейчас на площадке. Вот как раз в данный момент Винника меняет Гудумак. Вместе с ним на паркете у команды красных Денис Захаров, Вячеслав Зайцев, Станислав Ильницкий и Михаил Кулагин. Очень быстро о белых. Это Стрибков, Трушкин, Балашов, Бабурин и Клименко. Не знаю. По-моему, Бабурин и Зайцев в составе красных еще ни разу не заменялись. Ваня, Стрибков, издали. Не точно. Стрибков тоже играет с небольшим повреждением. Он вчера пропустил утреннюю тренировку. И, может быть, это в том числе мешает ему попасть издали. Бабурин против Кулагина. Устоявшийся дуэль сегодняшнего матча. В данный момент ее выигрывает Женя Бабурин, капитан игроков открытого лагеря РФБ. Клименко получает мяч на дугу. Неудобная передача на Балашова. Стрибков, Трушкин, Балашов внизу просит мяч. Классное защитное действие в исполнении... Вячеслава Зайцева. Да, Зайцева. Перехватывает он передачу. Ну, а вот и Бабурин присаживается на скамейку запасных. Вместо него Колюшкин. Трушкин. Трушкин, не стесняясь. Против. Балашов за счет длины рук отобрал мяч у Ильницкого на подборе. Из-за спины взлетел. И Станислав не отсек сейчас Балашова и поплатился за это. Стрибков, еще одна попытка очень не точна. Колюшкин там пытался чуть ли не сверху добавить сейчас в одном прыжке. Уверенности не занимать в лане Стрибкова. Вот, в принципе, все российские игроки, которые играли в Нижнем Новгороде в прошлом сезоне, полны уверенности. Я думаю, это один из главных плюсов работы с Айнерсом Богацкисом. Это то, что в атаке ребята не стесняются вообще ничего. 15-15 тем временем счет в сегодняшней игре. Достаточно ровно она проходит. Вначале только команда Соколовского себе небольшой задел создала. Но после этого выровнялся счет. И теперь уже идут очень ровно команды. 4-51 до окончания первой половины встречи. Ну, пока что разговор об MVP, мне кажется, рановато еще вести. Потому что слишком, не знаю, MVP в первую очередь… Может быть, мы оригинальными будем. Мы не будем считать очки. А по общему впечатлению будем считать полны, например. Я так понимаю, что нет у нас… Просто проговорим еще раз этот момент. Нет у нас ограничений по персональным замечаниям, учитывая, что 8 человек в составу команд. На самом деле пока только у Клименко два персональных замечания. И у кого еще? У Гудамака. У Гудамака. В составе красных. Может быть, даже случится прецедент, как в летней лиге, когда дабл-дабл сделает кто-то из игроков. 10 очков, 10 фолов. Такое нельзя исключать. Штрафные броски будет исполнять у нас… А нет, Вова Ивлев так уверенно встал на штрафную линию, будто бы он сейчас собирается бросать. Получает мяч в углу площадки. Колюшкин, заслон от Ивлева. Колюшкин идет в проход. Еще один заслон в другую сторону. Вова просит мяч под кольцом. Здорово. Денис Захаров здесь пошел на подстраховку. Пытался быстренько перехватить передачу. Что, нарушением все это закончилось. Владение останется у белых. Здорово. Колюшкин ворвался. Помешал ему Левшин. Трушкин из-за дуги. Снова мажет. Лишь по разу из трехочковой позиции попали игроки. Ивле расправляется тут с Гудамаком в поле, но не сумел закончить свою атаку результативным броском. Ильницкий просит мяч. Двойная пека. Здесь сразу и фалят на Станиславе. Пока довольно скучающий вид у Сергея Базаревича. Есть у нас возможность его показать. Вы увидите, что не очень он впечатлен происходящим. На самом деле, я думаю просто, что мысли одолевают главного тренера. И здесь я не уверен, что он бы свои впечатления как-то высказывал прилюдно. Все впечатления на бумаге, все впечатления в голове. И совсем скоро, да, напомним, что это последний шанс для игроков. Возможно, кто-то убедит главного тренера в том, что ему необходимо продолжить тренировки с национальной командой. Трушкин. Очередная попытка издали. Наконец-то благодарит Максима Колюшкина за точную передачу. 18-15. Вновь у нас белые впереди. Команда Соколовского. Команда Годлевского, прошу прощения. Гудумак отвоевал позицию внизу. Уивлево и здорово разобрался под кольцом. Ну, совершенно не дает никаких признаков беспокойства за свой рост Саши Гудумак на позиции центрового. Играют двоечку сейчас. Даже не двоечку, а такой подключил. Здесь треугольное нападение такое случилось с участием Балашова. Уже сначала двойку разыгрывали Стрибков и Ивлев. Но в итоге передача пошла через центрового, через Балашова. Но не закончился этот момент результативно, хотя было достаточно красиво. Замена. Вместо Дениса Захарова у красных появляется Михаил Кулагин. Зайцев за слон от Ильницкого получил. Один в один против Ивлева. Не хватает пространства. Гудумак уверенно лезет под кольцо и забивает два очка. Просто трактором сносит Никита Балашова. И 19-18 в пользу красных становится счет. Вот Александр Гудумак выходит у нас лидер. По результативности у него уже шесть набранных очков. Ну а в команде Годлевского это Трушкин. После трехочкового выбивается вперед. У него пять очков. Да, тут же меняет Денис Годлевский. Никита Балашова. Годлевскому нужно присутствие в трехсекундной зоне. Не нравится ему, как легко расправляется Гудумак с Балашовым. И выходит Клименко на замену. Стрибков здесь внизу взаимодействие. Выводит Клименко и фолк Саши Гудумаку. Это у него третье нарушение. Винник его поменяет. Ну знаешь, вот насколько все-таки быстро меняется. Да, смотри. По центровым. Гудумак задавил Балашова. Клименко задавил Гудумака сейчас. И тут же появляется Винник. Вот такие моменты мы с вами наблюдаем. Ну, в принципе, разговор о том, кто кого подавит, на этом все должно закончиться. Потому что Сашу Винника, я думаю, сложнее всего здесь продавить. Только за счет умений можно обыграть. По габаритам Клименко и Винник как раз Клименко не уступают. Тут просто смысл в том, что Винник просто какой-то феноменальный демонстрирует в этом лагере работоспособность и желание, что в принципе логично в его ситуации. Мы уже неоднократно, все-таки не будем мы сегодня его историю рассказывать, которую уже, я думаю, что людям, которые с нами чаще, чем другие, набило уже оскомину, наверное. Великолепно появление Винника из ниоткуда. Кто захочет, пожалуйста, смотрите, пользуйтесь интернетом. Смотрите ролики на канале РФБ ТВ. Там рассказана в том числе, может быть, краткая история Александра Винника. Клименко здесь остался как раз против Винника, обыграл его, здорово отвоевал позицию, не забросил мяч, но будет два штрафных исполнять. У красных пошло какое-то хорошее движение мяча, вот в предыдущей атаке было, они не забросили мяч. Но я думаю, ситуация порадовала Бориса Ильича Соколовского. Клименко один из двух. И 2019 сейчас должен стать счет в пользу команды белых. Ну и продолжается дуэль Кулагина и Бабурина. И хочу сказать, что Бабурин пока что очень здорово справляется с Мишей. Пока что, кроме того, трехочкового попадания у Михаила не было таких возможностей прямо. И хорошая ловушка сейчас. Клименко помог здорово, ему тяжело было. И вот сейчас как раз запустили Кулагина под кольцо. Только хотел похвалить защиту белых, как она сначала действовала очень грамотно и интересно. И вот здесь кто-то кого-то не услышал, видимо, и не пришел на помощь на смену. И таким образом Кулагин беспрепятственно прошел под кольцо и забил сверху. Также довольно беспрепятственно Трушкин сейчас полез в проход, не забросил мяч. Зайцев разгоняет атаку красных. Успели белых вернуться. Попытка Алиупа на Винника. Левшин будет издали бросать. И есть три очка в исполнении Дениса Левшина, игрока команды Химки Подмосковья. В прошлом сезоне в Суперлиге один выступал Денис. Сейчас на данном этапе контракт закончился у Дениса с Химками. И сейчас этот игрок без клуба. Клименко против Винника как раз анонсировано. Вот то, что ты говорил, за счет умения. За счет умения не стал продавливать сейчас Клименко Винника. И обыграл несколько показов. И вот уже Александр мог бы сразу сверху против своего друга съедает сейчас. Съедает просто в защите Клименко. Возвращается Винника. Затянул момент Саши Винника. И там Клименко выскочил на подстраховку. Освободил пространство для Винника. Винник не реализовал эту возможность. И Клименко там уже за счет длины рук восстановил позицию. Второй блокшот его в этом матче. 24-22. Тем временем команда Соколовского впереди за 22 секунды. И возможно это будет заключительная атака в первой половине. Да, Побурин посмотрел на время. 17 было, говорят. Сейчас разберется столик с временем. Нет, остается 22 с половиной секунды. 17 на атаку. То есть еще должно остаться время на ответ у команды Соколовского. Стрибков убивает время. Но ничего не происходит, никто не двигается. Вот только сейчас Колюшкин пошел опять на Клименко. Неудобная передача. По-моему, чуть ли не в колено она отстраховала Артему. Может быть даже неумышленно, но Винник обманул Клименко, потому что когда пошел контакт, Винник сделал шаг назад. И просто вот той опоры, которую ожидал Клименко, врезавшись в тело, там тела никакого не оказалось. И Клименко рухнул на паркет. 5 секунд будет на последнее владение этой половины у команды Дениса Годлевского. Давай попробуем сейчас подойти. Микрофон подставь Соколовскому. Давай послушаем, что там будет говориться в этом последнем тайм-ауте. Мы максимально интерактивно пытаемся до вас вносить. Вот и Владимир Спивак сейчас был на ваших экранах. Сейчас послушаем. Как первый получает Соколовского? Наш пресс-офон, согласует второй. Здесь. Четвертый освобождает третий. Третий, пятый на этой стороне. Здесь и здесь стать. Вы в линию. Минча нарезать надо самостоятельно. Пятый входит трейлером. Третий подстраивается на слабую сторону мяча. Мы тебе ставим заслон в линию, чтобы ты его разыграл. И у тебя двойной преимущество. Здесь, скорее всего, будет смена. Это получаешь слабого защитника. И дальше ты идешь по ходу туда наматываешь. На заслоне. Чтобы не было фаллов нападений. Просто стоим. Не помогает тебе идти. Могу вам позавидовать в данную секунду. Потому что то, что слышали вы, наши зрители, я, например, не слышал с комментаторской позиции. Это знает только Владимир Спивак. Что же там? Расскажи нам. Не получилось, да? Не слышали? Нет, я не слышал. Я думаю, что зрители как раз слышали все. Ну, на самом деле, несложно предположить. Если Михаил Кулагин будет получать возможность для завершения этой атаки. Несколько заслонов ему будет поставлено. Ой-ой-ой. Очень такая попытка издалека. Ну, что ж поделаешь. 24-22. Тем не менее, несмотря на этот промах Михаила Кулагина, команда красных сейчас остается в лидерах. И у нас впереди большой перерыв. Но перед большим перерывом я попрошу тебя все-таки привести нам, пожалуй, Артема Клименко, наверное, на нашу позицию. Потому что это один из тех игроков, который был наиболее заметен в первой половине. И такое флэш-интервью мы у него, я думаю, что возьмем буквально через минуту. Наш экранный счет. А также, ну, пока что зачитаю ее, да, потому что не написаны фамилии. Самые результативные игроки у команды красных. Это самый результативный игрок. Это Гудумак остался с шестью очками. К нему присоединился Кулагин, а также Левшин. У них по пять. Итак, готовы? Готов Владимир Спивак. Вместе с Артемом Клименко. Вова, передаю тебе слово. Артем, ну, судя по твоему виду, очень интенсивный получился с первой половины этой игры. Как ты ее оцениваешь? Мы играем быстрый баскетбол. Пытаемся в переход быстрее. Если перехватываем, то быстрее в атаку. Поэтому получилось так, что мы забегались, конечно. Сейчас вот перерыв. Надеюсь, отдохнем и продолжим такую же игру. У тебя, получается, довольно интересные персональные дуэли с большими красных. С Александром Гудумаком, с Александром Винником с кем сложнее? Ну, с Винником посложнее, потому что он габаритный, побольше. И рост у него примерно, как я. А с Гудумаком чуть-чуть полегче, из-за того, что у меня руки длиннее. И я могу мяч поднять, ему нужно прыгнуть за ним. Поэтому чуть-чуть легче. Но он очень сильно упирается, у него центр тяжести пониже. Сергей Валерьевич Базаревич очень внимательно наблюдает за этой встречей. Чувствуешь ли ты, что в том числе в противостоянии с Винником и Гудумаком сейчас решается, продолжишь ли ты работу с национальной сборной этим летом? Я выполняю тренерскую установку. Если так сказал тренер наш, который сейчас главный, то, значит, я должен выполнять эту работу. Спасибо. Артем, удачи во второй половине. Ну что ж, пока еще у нас есть время, опять же, в большом перерыве, для того, чтобы уравновесить баланс. Я думаю, что есть игроков открытого лагеря, команды Соколовского. Посмотрим, кто свободен, как разошлись игроки на отдых. Сейчас, что, в принципе, логично. Итак, и так, и так. Пока что на ваших экранах табло. Мы видим, что нет проблем с перебором холода. Этот момент нерегламентирован. И мы, опять же, об этом не говорят игрокам, потому что просто не хвалили в каждом владении. Но навряд ли, навряд ли будут они исключены при переборе голов. Хотя, кто знает, это решать уже тренером. А то же, что будем действовать по регламенту. Опять я вижу, что 8 минут. И появляется регламент у сегодняшнего матча. 8 минут чистого времени. Вот так было оговорено. Отчет. Уже. Тября. Отчет. Отчет. Тября. Отчет. Я вижу, что сейчас Владимир Спивак отвлекает, очень недоволен сейчас Гудумак тем, что придется ему давать интервью, он настроен. Но мы надолго не задержим. И все готово у нас, Вов, тебе слово. Очень быстро, потому что Александр хочет в игру вернуться. Да, Саша Гудумак один из самых результативных игроков первой половины этого матча. Саш, что у вас пока получается лучше всего, по-твоему, как ты думаешь? Наверное, защищаться лучше всего получается, потому что счет на табло, 22 очка всего пропустили. Этот матч не похож на тот матч, что играют в НБА. Тут как бы не от нападения, а от защиты. Стараемся проявить себя, указания тренера, разговаривать в защите, играть цепко, прессинговать по всей площадке. Не столь нападения, а от защиты. Ты лично очень здорово смотришься, несмотря на то, что пропустил часть тренировочного процесса. Насколько тебе комфортно в игре? Как хорошо ты себя чувствуешь? Ну, наверное, потому что я посвежее просто. Парни под нагрузкой сейчас находятся. Они целый сбор отвлыхали, а я последние 4 дня лежал в больнице, ничего не делал. И, наверное, из-за этого на этом фоне я сейчас немножечко выделяюсь. Но в носкости, я думаю, все равно мне не хватит на всю игру. Потому что не тренироваться. Спасибо, Саша. Удачи в второй половине. Ну что ж, мы, наверное, сделаем небольшой перерыв и запустим ролики об открытом лагере, которые вы сможете посмотреть. И вернемся уже к третьей четверти в эфир. Ты видишь, что происходит? Здесь небольшую паузу и открываешься. Понятно? На самом деле, мне нравится, что они слушают. Иногда даже чересчур начали слушать. И как-то стали зацикливаться на том, что надо выполнять взаимодействие. И немножко перестали просто играть. Но это, наверное, нормальная история. Тем более, что они и вместе не играли, и достаточное количество времени вообще не играли. И с ними, наверное, такое количество информации их где-то там придавило. Стало больше интенсивности. Он объяснил больше деталей. И вот в этом все начали прибавлять в защите. Стараться, наверное, больше. Давай. Сделайте еще раз. Или пикин-ролл на краю, или пас внутрь в большом. У нас еще несколько дней есть. Мы продолжим смотреть, как кто прогрессирует, и какие позиции нам надо. И так далее. Примерное понимание есть. Тренеры говорили, кто и как выглядит. Так что мы в процессе. Я очень доволен, очень рад, что появилась такая возможность посетить семинар, посмотреть все последние достижения, современные веяния в баскетболе. Действительно, воочию посмотреть. Это очень много дорогого стоит. Очень, конечно, современные тренировки. Это, в секунду, квалифицированные специалисты. Семинар проходил. У нас два дня семинара. Очень многое почерпнул. Сравнивая, допустим, свою молодость баскетбольную. Теперь, да, в общем-то, основные принципы, они общие. Но нам это давалось как догмы. Здесь же все это разъясняется очень популярно. Каждое движение. Почему? Для чего? Это, я считаю, очень большой плюс, когда ты делаешь и знаешь, и осознаешь все свои движения. Я хочу нападать первые 6-8 секунд, чтобы соперник не расслаблялся, чтобы он, как только нападал, тут же защищался. Или, если он расслабляется, он получал быстрые очки в собственной корзине. Это очень важно, когда тренера, которые пришли, могут учиться у специалистов самого высокого уровня. Мы работаем по системе, которую нам дал Сергей Ольганович Позаревич. Поэтому это очень интересная, современная методика. И очень важно, чтобы люди понимали, что баскетбол не стоит на месте. Он идет вперед, он становится более скоростным. И на тренировках мы даем возможность полностью погрузиться в данную систему, отвечаем на все вопросы. После тренировок мы открыты к общению. Надо начинать делать хоть что-то, нежели не делать ничего. Это ключ к работе и самообразованию. Макс работает на Дальнем Востоке, работал во Владивостоке, теперь работает в Сахалине. Результаты говорят сами за себя. Все те команды, в которых он работал, достигали, были либо в призерах, либо чемпионами. Я обратил на него внимание в прошлом году. Просто мне понравилось то, как парень делает разминки. Я решил познакомиться, мы пообщались. И как-то, знаете, бывает, ты чувствуешь, что человек из твоей команды. У него интересные мысли, у него интересные идеи. Я думаю, это такое новое поколение специалистов, за которыми будущее. Главное, что я вынесу, что не имеет смысла, какого игрок уровня, возраста. Нужно работать с ним, не понижая планку, по крайней мере, в себе, именно как у тренера. И давать ему то, что необходимо ему на площадке, развивать те качества, которые бы делали его лучше, как баскетболиста. Вот и все. Эндрю специалист все-таки нового направления, нового поколения. Специалист, который очень сильный в индивидуальной работе. И по тому, как парни тянулись к нему, приходили, работали самостоятельно до тренировки. После тренировки говорит о его высочайшем уровне. Могу сказать одно, что очень открытый. Очень открытый для информации, для ее получения, для ее отдачи. Это то, что нам необходимо. Первое и первое, он всегда имеет хороший дух и хороший чувство. И это действительно происходит с каждым игроком, который был здесь так далеко. Но они энергетические, они всегда приходят с тем, что мы готовы работать. И они действительно, когда они нужны, когда они нужны, когда они нужны, что они нужны, что они нужны, чтобы встать на площадь. Мы ищем новых людей. Нам нужны новые мысли, новые идеи. И чисто практически все-таки очень большое количество людей. Когда в группе 18-20 человек, ты просто не успеваешь, в общем-то, ну, наверное, проконтролировать и проследить все то, что хочешь дать спортсменам в этот период. Я могу сказать, что люди, ну, немножечко разгрузили меня, в первую очередь. И для спортсменов это было важно, потому что с ними работали все-таки в группах и индивидуально. Вперед! Ну что ж, возвращаемся мы на площадку. Остаются уже секунды до начала второй половины встречи. Пообщались мы с одним из, пожалуй, главных по первой половине претендентов на MVP этого матча. Но как раз если так случится, что это будет Клименко, то, наверное, все-таки мы будем считать, что это именно MVP матча. Потому что MVP открытого лагеря как-то не поворачивается язык его назвать, потому что Артем подъехал чуть позже. Только лишь 12-го числа он начал тренироваться вместе с командой. То есть три дня заключительные. Итак, на площадке у нас у команды белых. Колюшкин, Трушкин, Зверев, Бабурин, Ивлев. Да, в составе красных, в составе Бориса Соколовского это Михаил Кулагин, Вячеслав Зайцев, Денис Левшин, Станислав Ильницкий, Александр Винник. Колюшкин уверенно из-за дуги и, наконец-то, принимает кольцо его мяч. 25-24 белые. Команда Годлевского выходит вперед. Кулагин тут отлично на пик-н-ролле разобрался и сам бросает издали. Отвечает Колюшкину. Три очка, 27-25 в пользу красных. Бабурин, Ивлев. Ой, здорово! Классно Владимир Ивлев прочитал врывание Никиты Зверева. И отдал ему под кольцо. И до этого здорово они разыграли с Евгением Бабурином эту комбинацию. Два штрафных исполнит Никита Зверев. Никита совсем не играл в матче против сборной 20 лет. Игроков не старше 20 лет. Будет так правильнее назвать. И сегодня тоже можно сказать, что вышел он в стартовом составе. Но немного времени удалось ему провести на площадке. Бабурин фалит при получении мяча Кулагином. Не знаю, что бы это могло значить. Я припугнул, возможно, Мишу тем, что еще жестче будет против него действовать во второй половине этого матча. У Кулагина уже 8 очков. И у Артема Клименко 8 очков. Это два самых результативных игрока сегодняшней встречи. Бабурин за Кулагином успевает. Зайцев против Колюшкина за слона Тельницкого. Размена не состоялась. Левшин издали. И второй раз Денис Левшин в сегодняшнем матче попадает. Из-за трехочковой дуги 30-25 преимущество красных. Ну, такое по сегодняшнему матчу уже очень солидное. Колюшкин, Бабурин, Ивлев проваливается. Я думаю, что вторая половина поживее у нас должна пройти. Потому что и добавляет сейчас Ивлев касание мяч в корзину. Потому что все уже просыпаются люди. И все меньше времени остается. Хлеб Повы Ивлева. Подборы, добивания. Это все его Винник забирает здесь у Зверева. Подбор отвоевал позицию. И с фолом еще бонусный штрафной исполнит. Итак, Винник на линии штрафных. 30-27. В пользу его команды. Один штрафной будет пробивать Александр. Не попал. Мог увеличить разрыв счета до четырех очков. И так, Колюшкин ждет. Так, вывалился мяч. Не получилось суперточную передачу отдать. И Клименко проходит под кольцо. Набирает очередные два очка. Демонстрирует здесь Кулагин, что его бьют. Арбитры не обращают внимания. Левшин! Денис просто расстрелялся. Сейчас лучшее время показывать снайперские способности для этого человека. Я уверен, что многие... Большинство из вас даже, уважаемые, навряд ли знают, кто такой Денис Левшин. Ну вот самое время узнать. Девять очков уже у Дениса. Три точных дальних попадания. Одиннадцать даже у него очков. Два очка он набрал в какой-то момент. Он сейчас самый результативный игрок сегодняшней встречи. Кулагин с мячом. Двадцать второй номер у белых. Это Никита Зверев, который будет в следующем сезоне играть в Нижнем Новгороде. Зайцев не точно. Бабурин рискованную передачу отдавал на Колюшкина. И она в итоге не прошла. Я бы сказал, передача у красных мяч. Преимущество в счете плюс шесть. И возможность увеличить его. Заслон Кулагин от Винника получил. Винник провалился. Но Дугу Левшину, который в огне его... И пробежку. Настолько в огне, что пятки горят. Денис, наверное, все правильно делал. Разумеется, ждали от него трех очков. Он пошел в проход, но посказнулся. Знаешь, по этому лагерю, опять же, было очень интересно посмотреть на многих молодых ребят, которых мы, может быть, даже и не очень хорошо знали. Могу сказать, вот что касается Левшина. Какой-то недостаток, может быть, в атлетизме. Он компенсирует именно своей головой, которая очень светлая, очень хорошо понимает игру, что нужно делать в определенный момент. И вот то, что ты сейчас сказал, очень верно, что все ожидали от него трехочкового. Поэтому последовал показ и вход в зону. Ну, техническое исполнение подвело здесь. Но, опять же, по голове можно сказать, что все абсолютно верно. И как раз, возвращаясь на площадку, отметим, что Клименко вновь у нас на линии штрафных. Клименко довольно спокойно, уверенно разобрался с Винником. Винник не уступает к гваритов, как мы уже неоднократно говорили. Но в опыте игры, наверное, Артем его превосходит. Несмотря на то, что младший на несколько лет у Артема за плечами уже два сезона в Лиге ВТБ. Немножко другой уровень, нежели чем Суперлига-1. И Клименко, ну, никуда не торопясь, спокойно, методично обыгрывает под кольцом своего оппонента. Не церемонятся с Кулагиным. Здесь опять помогает Бабурину большой игрок, на этот раз Клименко. И так бедро выставлял. Замечание получает Артем. И меняет сейчас Годлевский как раз Клименко. Вместо него выходит на площадку Балашов. На самом деле у нас будет развернутая статистика по окончании игры, которую ведет Дмитрий Зимин. Мы попросим его после игры. И зачитаем вам статистику определенных людей, которые будут наиболее ярко там смотреться. Захаров, для него это возможность, и Захаров расстреливает из-за дуги. 38-34. Ну, это уже серьезный, это серьезный момент. Первый такой серьезный момент уже для такого счета, для такой результативности это большой отрыв. Тем более, что очень уверенно себя чувствуют снайперы команды Соколовского. Ну вот, снайпер команды Годлевского, Бабурин, попытался таким не слишком логичным броском ответить. Кулагин, что сделает, палят на нем. Очень красиво Миша показал, что на нем свалили. И владение останется за красными. Хотя, по-моему, четыре командных нарушения уже есть у белых. Тайм-аут Годлевский берет. Попрошу тебя как раз повторить наш опыт и послушать, что говорит своим игрокам сейчас Денис Годлевский. Тайм-аут Годлевский. Ну поделись, что ты там услышал. Ну, прежде всего, варианты защиты против Михаила Кулагина, который разыгрался, разбирал Денис Годлевский своими подопечными. У Миши уже девятое очко. Будет еще один штрафной на исполнительную. Практически действительно весь тайм-аут посвятила этому команда белых, как защищаться против Кулагина. Вот Евгений Бабурин предложил вдвоем на него уходить, чтобы он скидывал вниз. И там уже Артем Клименко сможет защищаться. Итак, Колюшкин с мячом 30-40. Разрыв уже большой, но и могу сказать, что несмотря на активную игру Артема Клименко в первой и в начале второй половины, но сейчас Кулагин, можно сказать, что повышает свои шансы на получение MVP, что, наверное, было бы справедливо, потому что в целом по лагерю, по тренировкам Кулагин, конечно, смотрелся здорово. И вчера был выбран под первым номером на драфте. И вот, пожалуй, что так не задавшийся так в некоторой ситуации все-таки первая половина, здесь он компенсирует во второй половине. И даже суть не в набранных очках, а то, что как раз большинство вот из этих всех трехочковых попаданий, которые случились у красных после розыгрыша именно Кулагина. Не знаю, о каких MVP ты говоришь, когда Денис Левшин снова добавляет из-под кольца, в защите делает блокшот, набирает уже 13 очков. Самый результативный игрок матча. Я вообще не понимаю, кто может быть иным претендентом на MVP, кроме него. Ну вот, мнения комментаторов разделились. Опять же, пока еще идет третья четверть у нас, и посмотрим, чем это все закончится. Да, соглашусь с тобой, что, ты знаешь, если бы, если у нас закончится разница, будет небольшая в счете в итоге, да, либо победят белые, то здесь, конечно, есть смысл говорить о Клименко. Но если разрыв будет вот таким, как сейчас, либо более, то, конечно же, MVP имени Андрея Ягудалы, там, да, в защите Бабурин, например, который могут получить, это не получится уже точно, но и в том числе игроку проигравшей команды. У нас есть приз самый прогрессирующий игрок в лагере. Да, Левшин получил бы его однозначно. Отличная двоечка между Колюшкиным и Балашовым. Балашов в два очка набирает, и еще бонус, значит, штрафной пробьет. Но как-то вот, когда был около скамейки белых, мне показалось, что они истощены. Не знаю, может быть, у красных такое же состояние, но белые совсем без сил. Действительно, вот эта быстрая игра, несмотря на то, что четверти по 8 минут, быстрая игра требует большого количества физических сил. Никита Штрафной забрасывает и 44-33. Да, спасибо Дмитрию Головину, я постараюсь погромче говорить. Миша Кулагин в очень красивом проходе, не забрасывает. Винник тут попытался добавить, не получилось. Кулагин забрал подбор и сам же два очка набирает. С нарушением правил еще и бонусный штрафной Миша исполнит. 46-33, уже довольно солидное преимущество красных. Вот на вопрос наших зрителей, 22 номер у белых это кто? Это Никита Зверев, который в следующем году будет играть в Нижнем Новгороде. Так родным клубом, наверное, Зверева является локомотив все-таки краснодарский. В Химках он начинал. Ну да, в Химках начинал, но все-таки, скажем так, такое баскетбольное взросление произошло у него в локомотиве. В прошлом году доигрывал за строитель. Тем более, что у него по-прежнему контракт с локомотивом, он в аренде будет в Нижнем. И вот человек, который открылся в Нижнем Новгороде, Владимир Ивлев, обратным направлением пошел в локомотивку банча, забирает два очка. Кулагин преисполнен уверенностью, Стребков забирает, Бабурин ушел в отрыв, но красный срывает быстро атаку команды Дениса Годлевского. Очень грамотно, на самом деле, сейчас Зайцев, там была вероятность, у него были хорошие шансы на перехват, потому что все-таки против Балашова он там оставался, и высокому игроку достаточно тяжело было бы дриблингом обыграть Зайцева. Но случился контакт и фолл. 47-35, минус 12 у белых, и нужно им показать что-то экстраординарное сейчас, чтобы переломить игру в свою пользу. Бабурин! Ну, это время трех очковок и время Жени Бабурина, который... Который сокращает отставание до 9. 38-47. Мало кто, конечно, обладает из российских баскетболистов такими снайперскими способностями, как Женя. Зайцев очень уверенно, Балашов его здесь накрывает, Винник забрал подбор, не сумел. И Бабурина забирает все-таки этот мяч. Увидел Колешкина вместе с Трушкиным. Там на левой бровке сейчас разыгрывается эта перепасовка. Просит Никиту Балашова открыться под кольцом. Немножко такое решение не самое лучшее сейчас в исполнении Колешкина. А могли сократить отставание. Винник закрывает ему разворот вправо Балашов, но вот раскручивает все-таки Александр. Соколовский кричал «Забей Александру Виннику». Тут с удовольствием исполнил это требование своего тренера. Стрибков разыгрывает пикин-рол с Балашовом. Не точно. Ну, ты знаешь, сейчас так на индивидуальные какие-то действия сбилась команда белых. Последние несколько последней атаки. И если Бабурин после обыгрыша был точен, то вот броски Колешкина и вот сейчас проход Стрибкова так попахивают отчаянием на самом деле. Время достаточно много еще, чтобы сократить отставание и выйти вперед. Поэтому спешить некуда на самом деле игрокам в белой форме. Ну, я думаю, что это демонстрация какой-то усталости белой команды. Как я и говорил, они выглядят истощенными. У красных почему-то больше сил сохранилось. Знаешь, я вот здесь поспорю с тобой, потому что не могу сказать, что команда красных должна испытывать, эти игроки должны испытывать меньшую усталость. Примерно поровну разбились. Тут, да, я согласен, что немножко в разной форме находятся игроки, возможно, которые прибыли в лагерь открытый. Но, тем не менее, абсолютно одинаковую они в целом подготовку проходили и абсолютно равномерно распределялась нагрузка. Так что здесь говорить о каких-то силах, ну, только разве что это, может, какие-то физиологические особенности кого-то конкретно. Ну да, я на самом деле констатирую, не констатирую факт, а скорее задаюсь вопросом, почему именно так произошло. И меня самого интересует разгадка этого квеста, скажем так. Ну, вот красный, не знаю, помоложе, если это имеет значение в данной ситуации. В принципе, тренеры обеих команд используют всех игроков. Тут других вариантов быть не может, когда у тебя 8 человек в ростере. Ваня Русецкий у красных появился, он, по-моему, во второй четверти вообще не выходил на площадку. У него 0 очков, он единственный, кто набирал очков в составе красных. У белых это Иван Стрипков и Никита Зверев, они тоже набранных очков не имеют. Ну, знаешь, Денис Захаров вот сейчас с мячом, я думаю, что как раз один из тех людей, которого мы могли большего, наверное, ожидать в этой игре, потому что Денис очень провел хороший сезон и в целом смотрелся в лагере достаточно неплохо. Ну, опять же, не могу сказать, что в группе такие, ой, какая передача! И вся команда красных стала сейчас поддержать этот момент. Что творится? Деван Стрипков заставляет забыть об этой передаче Ивана Русецкого. Потрясающая, потрясающая концовка. Ну, опять же, повторы, да, повторы, это немножко другая история. У нас нет такой технической возможности, но вы можете отмотать назад, наверное, сейчас на YouTube. Да, мы, конечно, вырежем и выложим эту секвенцию, скажем так, во все социальные сети. Я говорил, что у Вани Стрипкова не было набранных очков. Вот таким способом он решил их набрать. А до этого передача Вани Русецкого, ну, это Белгородская школа красивых передач. Ты меня ругал за то, что я назвал Русецкого неким аналогом шведа в не самой, возможно, красивой манере. Да, но сейчас эта передача максимально напомнила его земляка. Ну, что ж, потрясающая концовка. Сначала передача Русецкого, а затем уже и попадание Стрипкова. Итак, 51-41. Это итог по окончании трех четвертей. И у нас последние восемь минут. Еще раз для тех, кто, может быть, только что к нам присоединился, объясню, что, учитывая небольшое количество игроков в командах, по восемь человек есть в распоряжении каждого тренера, а также усталость игроков после проведенного лагеря и всей этой серии тренировок, было принято тренерами команд решение играть не по десять, а по восемь минут, дабы доиграть. Да, дожить до окончания этого лагеря. Очень интенсивная получилась работа. И осталось у ребят восемь минут, чтобы доказать главному тренеру Сергею Базаревичу свою нужность. Свою состоятельность. Свою нужность в дальнейшей работе сборной. Сейчас ухмыляется нам, будто бы говорит, я уже все придумал, ребят, что вы там размусоливаете. Так, Соколовский, его команда близка к победе. Но опять же, здесь все-таки главная задача этой игры, это не победа какой-либо из команд, а как раз попробовать игроков, попробовать сочетание игроков, попробовать те моменты, которые Сергей Базаревич, который вот сейчас на ваших экранах дал наверняка задание обоим тренерам, попробовать сочетание, попробовать определенные игровые ситуации смоделировать. Ну что ж, заключительные восемь минут, и очень вовремя, очень вовремя произошло наше оживление. В конце третьей четверти как раз такая определенная порция позитива, которая должна помочь игрокам провести на волне четвертую четверть. Пятерки, которые выставили главные тренеры сегодняшних команд на решающую четверть этого поединка. У красных, у которых преимущество плюс 10. Михаил Кулагин, Иван Рухецкий, Денис Левшин, Станислав Леницкий, Александр Винник. Перехват Евгения Бабурина, тоже один из его любимых приемов, но, к сожалению, не точная передача. Не стали быстрым фолом останавливать белые атаку красных. Иван Рухецкий. Денис Левшин остается наряду с Михаилом Кулагиным. Они самые результативные игроки сегодняшнего матча. У них по 13 очков. Денис здорово проявляет в сегодняшней игре себя. И прекрасная передача от Кулагина. Здорово они разыграли это сочетание. И Левшин ворвался по лицевой линии в трехсекундную зону. И Миша нашел его после пик-н-ролла. Клименко задействует против Винника. Сейчас он будет обыгрывать довольно легко. Это у него получается сделать. Не забивает. Ивлев, Клименко вновь против Винника. Ивлев на трехочковый. Клименко как здорово расправляется с Александром Винником. И два с валом забрасывает. Молодец Артем. И как-то не очень удачно Саша выглядит в защите. Но вот сейчас, конечно, чтобы обратить на себя внимание главного тренера, необходимо Клименко все-таки забить штрафной. У него это сегодня не очень хорошо с этим компонентом игры. И вот опять Артем промахивается с линии штрафных. Уверенно чувствует себя кулаги. Но он разыгрался в третьей четверти. И сейчас уже принимает решение. Легко. В этот раз довольно-таки правильно сделал. Обыграл на ведении защитника. И со средней дистанции атаковал. Но атаковал не точно. И так минус 10 у команды белых. Все меньше времени остается. Ивлев один в один пытается обыграть Левшина. Колюшкин из-за дуги. Но опять же, все это с сопротивлением. Все это как раз... Вот не хватает такого человека, который есть у красных. Это кулагин, который стягивает на себя и отдает на своих партнеров, которые находятся в удобной позиции. И есть какая-то доля секунды, пока смена не произошла. И броски, вот эти большинство бросков трехочковых, которые забивали красные, они были все-таки с открытой позиции, благодаря во многом Михаилу Кулагину. Такого игрока в составе белых не находится в течение всей игры. И все вот эти трехочковые, они либо после обыгрыша идут, либо через руку. И, конечно же, это намного сложнее. Трушкин. Трушкин агрессивно против Левшины. Ну, мог сам. Мог сам. Уже было открыто. Бабурин! Нет, прилепился к нему Миша Кулагин. Не дал легко атаковать. Кулагин идет в атаку и стягивает на себя двоих, как ты говорил. Постоянно требуется дополнительная помощь опекунам Кулагина. Ну что ж, вы можете свое мнение высказывать в чате на ютубе. Но очевидно, что у нас три игрока сейчас претендуют уже явных таких претендентов на MVP. Это Артем Клименко со стороны белых. 13 очков на его счету и уверенная игра. А также Кулагин и Левшин в составе красных. Клименко вновь просит мяч внизу, а сбрасывает. Хорошо отдает, кстати, открытому Трушкину. Потрясающая передача Клименко здесь увидел он. Молодец, Артем. Несмотря на то, что уже несколько раз обыгрывал Винника, не постеснялся отдать на дугу. Не стал как бы долго. Это говорит о том, что человек просто не в пол смотрит. И не только в пол и на кольцо, да? Вернее, не в пол и не только на кольцо. Вот так будет правильно сказать. Увидел сейчас партнера на дуге и воспользовался этой возможностью. Кулагин. Попросил сам замену. Покидает площадку. Устал Миша на решающие минуты. Вместо него Захаров. А также Гудумак меняет Винника. Ильницкий. Левшин. Захаров. Захаров. Ну, хочется ему, конечно, проявить себя. Ой-ой-ой. Жестко, жестко сейчас Ильницкий. Пошел на Клеменко и свалил такую машину, как Артем. Ильницкий, конечно, сейчас проявил себя таким неким. Если Клеменко терминатор, то Ильницкий это жидкий терминатор, наверное. Если такое сравнение можно провести. Пятый фол у Артема Клеменко. Я не знаю, появится ли он еще в этой игре, мне кажется. Он все-таки решили, судя по всему, тренеры решили играть по-настоящему. И пятый фол, значит, то, что игрок не примет участие больше в сегодняшнем матче. Хотя, конечно, могли бы мы, наверное, аргументировать тот момент, если бы это необходимо. Я думаю, что на 4 минуты игрового времени, на 8 минут игрового времени меньше, чем обычно. В общем, 5 фолов, наверное. Ты знаешь, я не могу сейчас так объективно разобрать игровой эпизод, но по тому, как отлетел там Клеменко, мне казалось, что все-таки фол должен получить Ильницкий. В той ситуации. Но арбитрам было виднее, они находились ближе. И поэтому фол получил именно Артем. Разыгрывают пик-н-ролл Колюшкин и Балашов. Люди, которые два последних сезона вместе, ну, скажем так, тренировались в составе локомотива «Кубань». И Балашов из-под конца не забросил. Атака красных плюс 7. У них 53-46. В отсутствии Кулагина и Ваня Русецкий начинают атаки красных. Здорово. Перехват на сполныне белых. Ой-ой, Бабурин, здорово. Из последних сил просто ринулся. Ты знаешь, это из серии американского футбола. Вот такой кетч, как говорится. Там в борьбе с Захаровым он этот мяч поймал. Все-таки характер Жени – это, конечно, очень важный такой момент в его игре. И здесь в такой ситуации он понимает, что… И сейчас он Ивлеву, по-моему, выговорил. Ты за кого меня вообще принимаешь? Я, конечно… Есть Леопард, который назван в честь меня, но я все же не настолько быстро бегаю, чтобы вот это вылавливать постоянно. Тем не менее, борется до конца Бабурин. И именно его усилиями счет сокращается до 5 очков. 48-53. Цепляется за эту игру команда Годлевского. 4,5 минуты остается играть в основное время этого матча. Но я думаю, что на самом деле, ты знаешь, я даже в этом уверен, что если основное время закончится ничьей, то продолжать не будут. Потому что просто, чтобы игроков не мучить, все-таки здесь нет задачи кого-то замучить просто до смерти, поэтому… Но ничья будет хорошим результатом для белок. Я думаю, они совершенно не выражают. Бабурин опять вылавливает передачу в теле Американского футбола. Бабурин просто, посмотри, он берет игру на себя. Но в этом эпизоде, опять же, после обыгрыша, в Стефана Карри решил Бабурин поиграть. И нарушает правила Бабурин. Хотя здесь эпизод можно было по-разному трактовать. Врывает мяч из рук Евгения Бабурина. На самом деле, в Нижнем Новгороде ходят легенды о быстрых руках Жени. У него отец боксер, и по этому поводу считается, что ему передались генами очень быстрые руки. Он действительно часто просто на видении вырывает мяч у соперников. Я думаю, что может быть не только генами, а если отец действительно боксер, как ты говоришь, то я думаю, что не без тренировок с грушей в тренажерном боксерском зале обошлось для самого Жени. 56-48 тем временем. Все-таки красные удерживают преимущество. Захаров делает его уже девятиочковым. Ну да, в отсутствие Миши Кулагина все равно они поддерживают... Прессинг, посмотри, как поддавливает сейчас Соколовский. Ну, такое очень вызывающее уважение действие в исполнении команды Красных. После такой интенсивной игры... Трешкин допускает ошибку, выбивает у него мяч, и... Ильницкий с Захаровым разыгрывает этот быстрый отрыв. Захаров в итоге оказывается на паркете, и через несколько секунд станет на линии штрафных. Тайм-аут Белов. Вот был момент, когда они приблизились, да, и сейчас красные вновь захватили инициативу в этом матче. 57-48 и два штрафных броска исполнил Денис Захаров. На ваших экранах Соколовский, но Владимир Спивак пошел сейчас к скамейке Годлевского, потому что как раз интересно послушать, что Денис говорит своим игрокам для того, чтобы сократить отставание в счете. Три минуты тем временем, и 26 секунд остается до окончания основного времени матча. Минус 9 у белых. После этого мы их прихватываем. Прихватываться зачем? Еще раз нарисовать. Ты стоишь в углу, ждешь ситуации, и тебе успеха. Нужен хороший бой. Три пятый, поставь ему, поставь же игрока в уклон. Давай, нам надо три очка, нам надо атаку результативную. Если есть возможность убежать, мы убегаем. Мы оставляем, а ты убегаешь. Ну вот нас спрашивают, сколько очков набрали Кулагин и Клименко. У Кулагина на данном... В общем, одинаково они по 13 очков набрали. Но также тут не только в очках дело. Мы и отмечали уже... Промахнулся Денис Захаров. В этой попытке мы отмечали большой диапазон полезных действий в исполнении и того, и другого игрока. И даже у Клименко есть красивая результативная передача. Олевшин останавливает сейчас атаку белых, но владение остается у команды Годлевского. Трехочковая атака, по словам Дениса Годлевского, нужна белым. И сейчас будут выводить Бабурина. Пытались, во всяком случае, вывести Бабурина. На трехочков не получилось этого сделать. Остается преимущество плюс 10 у красных. Гудумак тут разбирается под кольцом. Левшин наступил все-таки на лицевую линию. И мяч будет у белых. Колюшкин за три минуты до конца этого матча начинает атаку белых. У них минус 10. Им нужна трехочковая атака. Тоже взаимодействие. Они сейчас попытаются провернуть Колюшкин. И такое впечатление, что красные как раз от трехочкового броска защищаются. Колюшкин вновь не точно. Ну, как-то сегодня не получается у Макса. Очень много он бросает и совсем немного попадает. Три очка у него всего. Замены в составе красных. Появляется на концовку Михаил Кулагин. И он сейчас начнет атаку команды Соколовского. Захаров Гудумак здесь наверху получает. Зайцев сейчас наверняка получит заслон от Захарова. Лоутер такой вот своеобразный. Вова Ивлев забирает мяч. Аплодисменты от Бориса Соколовского. Несмотря на то, что результативно не закончилась эта атака красных. И у белых еще одна возможность сократить отставание. Бабурин! Неточен Евгений Бабурин. И, наверное, вопрос о победителе этого поединка можно снимать. Но еще две минуты баскетбола. Нет, нельзя ничего снимать. Еще две минуты. И 10 очков это не такое уж большое отставание. Ты знаешь, я просто... Хотел сказать о 12, но... Меня одна мысль посетила о том, что если бы Кулагин и Бабурин играли в одной команде, неважно в какой, вот тогда исход этого матча был бы предрешен. Потому что мы видим, с каким трудом Евгений добывает свои броски и позиции после дриблинга. А зная о его снайперских способностях, я думаю, что Кулагин, выводя его на бросок, мог бы... Эта пара могла бы просто разорвать любую... Ну да, и плюс Бабурин очень много сил тратит. Во всяком случае, в первой половине потратил на опеку Кулагина. Поэтому действительно, Миша исключил практически Бубу из атакующих действий белых. Два с фолом. Гудумак, опять же, после передачи того самого Кулагина. Ивлев против Захарова. Захаров просит помощи. Будет у него страховка от Гудумака. Бабурин еще раз на трехочковое нарушение Миши Кулагина. Ну вот, семейство это бывает, совершает неоправданные фолы. И чуть-чуть... Не дорабатывает, возможно, в защите. Ну и у Бабурина есть возможность подтянуть свою команду. Хотя, конечно, времени остается уже все меньше. Устал Евгений. Промахивается он в первой попытке. Второй точин. Девять очков у Жени. Самый результативный игрок у белых. Артем Клименко набрал 13. А Денис Левшин по-прежнему является самым результативным игроком среди всех, среди обеих команд в сегодняшнем матче. У него 15, у Михаила Кулагина 13. Ну и вот ты говорил о том, что вызывает уважение, да, вот действия команды Соколовского по прессингу. Точно так же вызывает уважение вот в такой ситуации действия белых. Но разбирается очень легко в быстром отрыве. И счет становится уже 63-50. Зайцев набирает эти очки. Колюшкин. На Балашова. Балашов пробует себя из-за дуги. И попадает Балашов. 53-63. Еще прессинг. Срабатывает Бабурин. Очень грамотно ждет. Кулагин пролетает. И мяч не попадает в кольцо. Подбор. Подбор Гудумака. А если бы попадание случилось до 7 очков, сократилось бы отставание белых. Здорово сыграли на перехвате. И очень понравилось мне так, как разыграли это нападение на самом деле Стрибков и Бабурин. Ну вот завершение подвело. Гудумак исполнит два штрафных. После быстрого фала на нем. И так активно. А последние секунды проходят Бабурин. Неточный бросок. Но здесь уже это бросок отчаяния скорее. Итак. 63-53. Остается время. Ну, наверное, на две атаки. Еще в этой игре. Кулагин. Проходит и находит в углу Ильницкого. Точной передачи. Ильницкий промахивается. И последнее владение, пожалуй, в этой игре будет у команды белых. И тайм-аут. Тайм-аут как раз вот о чем разговор. Что здесь любой момент, любая ситуация, она будет разыграна максимально. Потому что не главный счет в этом матче, не главная победа в этом матче. А главное как раз посмотреть в деле определенных, в деле и в определенных игровых ситуациях определенных, опять же, игроков. Поэтому сейчас будет разыграна комбинация команды Дениса Годлевского. Вне зависимости от того, выиграет команда или нет. Она уже не выиграет. Этот момент очень важен с точки зрения правильности его выполнения. 21 секунда с половиной остается. Наверняка будут разыгрывать до конца. Я сейчас попрошу, пока у нас есть секунда, показать приз MVP, который… вот, волосатая рука Владимира Спивака и приз MVP открытого лагеря, который Сергей Базаревич вручит по окончании этой игры кому-то из игроков. Возвращаемся на площадку. Итак, последняя, пожалуй, атака. По крайней мере, подготовленная атака. Ну и вот, готовили, готовили. А все закончится двумя очками Ильницкого в отрыве. Но есть еще, опять же, 16 секунд. Возможно, для того, чтобы… Покорить главного тренера. Да, покорить главного тренера. В общем, не сложилось. Говорили, говорили, да. Да, потом Большая Белая Надежда, в общем, не сработала. Итак, Колюшкин найдет все-таки он Ивлю, а Ивлев там не успеет. Итак, 65-53. Мы поздравляем команду Бориса Соколовского с победой, уверенной победой в этом матче. Поздравляем всех участников этого лагеря, потому что для них, для многих это будет заключительная тренировка и игра в составе национальной команды, в расширенном составе национальной команды в этом году. И мы поздравляем всех, кто принимал участие в этом лагере, и тренеров, и игроков. Ну и сейчас самое время нам подвести итоги. По голосованию MVP, наверное. Да, я думаю, что здесь разделятся. Ну да, мы так обсудили вне эфира уже этот момент. Конечно, однозначно все-таки у нас яркий абсолютно матч провел Кулагин, но не отметить Дениса Левшина мы также не имеем право, поэтому приз MVP у нас будет разделен между игроками команды Бориса Соколовского, Денисом Левшиным и Михаилом Кулагиным. И сейчас Сергей Базаревич, главный тренер, спускается. Спускаются они вместе с Владимиром Спиваком на площадку. Пока у меня есть возможность зачитать вам статистику не очков, да. Что касается очков, здесь самый результативный игрок матча это Денис Левшин, у него 15 набранных очков, у Кулагина 13. Но если уж зашел разговор об этих игроках, отмечу также другие показатели, которые вы на табло увидеть не могли. Это подборы, у Кулагина их 3, 2 защитных, 2 в защите и 1 в нападении. Одна результативная передача почему-то записана у Михаила в протоколе, но это не соответствует действительности абсолютно точно. Один перехват и 5 фолов соперника. Что касается Левшина, ну, можно сказать, что он не промахнулся ни разу в этом матче. У него все три двухочковые попытки и все три трехочковые попытки достигли цели сегодня. Также у Левшина три подбора, два в защите, один в нападении и одна результативная передача. Ну, таким сюрпризом. Да, мы готовы. И я передаю слово Владимиру Спилаку. Путем зрительского голосования определились сразу два MVP сегодняшнего матча. Это Денис Левшин, самый результативный игрок сегодняшнего матча. И Михаил Кулагин. Мы решили эту награду поделить. Вот если можно туда посмотреть. Да, да, вот туда. Все, большое спасибо, Владимир. Но я думаю, что сейчас, через несколько секунд, мы сможем пообщаться с нашими лучшими игроками. Через секунду мы все-таки послушаем о впечатлениях главного тренера сборной России Сергея Базаревича. Ну, а затем уже у нас будет возможность пообщаться и с игроками. Сергей Валерьянович, ну кто же? Готовы ответить на этот вопрос? Пойдет на первый сбор? Ну, ладно. Да. Давайте подождем. Какие у вас впечатления от игры? Все ли удалось увидеть, что хотелось? Ну, на самом деле, первая половина была такой вялой. Потом ребята оживились. Вот, игра стала повеселее. Понятно, что они уже подустали, и мы уже говорили об этом вчера. Вот. И, в общем, в зале так не свежо совсем. Вот. Поэтому мне бы, конечно, хотелось больше они... То, что было в первой половине, я тренером сказал, чтобы они больше в баскетбол играли, чем в взаимодействии играли. Вот. И, в принципе, реакция была. Вот. Хотелось бы, конечно, больше интенсивности, но просто, наверное, может быть, не готовы на сегодняшний день. На данный момент, так сказать. Насколько вы согласны с голосованием зрителей относительно MVP матча именно сегодняшнего? Ну, согласен. У победившей команды должны быть MVP, поэтому я согласен. Проигравшей кого бы мы могли выделить? Бабурин, Клименко и Ивлев смотрелись неплохо. Спасибо большое, тренер. Счастливо. И скоро состоится как раз объявление людей, которые продолжат работу в национальной сборной. Итак, сейчас, пожалуй, нам еще осталось поговорить с лучшими игроками этого матча, с Михаилом Кулагиным и Денисом Левшиным. И, пожалуй, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю трансляцию. Ну что ж, пока жду игроков вместе с Владимиром Спиваком. Подведу краткие итоги этого лагеря, который мы в таком формате проводили впервые. Могу сказать, что со всех сторон положительные оценки, положительные отзывы были слышны. И мы сами, пожалуй, довольны проделанной работой. Конечно, есть набор, скажем так, информации, которая будет поступить в обработку. И в следующем году, я думаю, что это даст нам возможность провести открытый лагерь еще на более высоком уровне. Итак, Спивак с Кулагиным готовы выйти в эфир. Миш, поздравления с победой. У вас сегодня все получилось по счету. Что тебе понравилось в игре и вашей команде сегодня? Очень понравилась игра Дениса Левшина, который стал X-фактором сегодня нашей победы. Он стал забивать трехочковые с очень хорошим процентом. За счет этого нам удалось выйти вперед. И дальше мы уже не позволили сопернику приблизиться к нам близко. И так держали преимущество для нас, которое было комфортно. И так мы и закончили игру и выиграли. Здорово. На самом деле, я очень рад, что мы выиграли, потому что, я думаю, любой, кто здесь находится, хотел выиграть эту игру. Получилось, у вас с Женей Бабурином очень интересная дуэль. И постоянно вы что-то говорили друг другу. Расскажи какие-то подробности этого противостояния. Дуэль получилась в том, что он против меня защищался. Я против него почти не играл в защите. Просто мы неплохо общаемся. И в прошлом году были вместе на сборах сборной. Поэтому какие-то просто подколы, возможно, шутки какие-то небольшие. А так ничего серьезного. Денис Левш у нас подошел. Миш, тебе еще один вопрос. Как ты считаешь, что своей игрой ты убедил и вообще своим выступлением в этом лагере ты убедил главного тренера Сергея Базаревича своей нужности для национальной команды? Что касается этой игры, я считаю, что это далеко не самая лучшая моя игра. Я совершил много ненужных и невынужденных потерь. Поэтому не самая лучшая игра. Так я считаю, что на движении лагеря я хорошо тренировал, старался и делал все для того, чтобы попасть в национальную сборную, а дальше уже решение за тренером. Спасибо, Миша, удачи тебе. Спасибо. Денис, давай подходи к нам. Можешь даже награду показать в кадр. Слушай, ну у нас не было информации, что сегодня завтрак как-то отличался в Тимирязевской. Но судя по всему, ты что-то особенное сегодня съел наполнительное. Не мазал почти из-за дуги. Не почти, а вообще не мазал ни из-за дуги, ни из двухочков. Да, все попал с игры. Расскажи, что сегодня тебя мотивировало и вдохновило так сыграть? Не знаю, мотивировало, наверное, то, что в первой выставочной игре с командой У-20 я не вышел, я не показал, как бы не смог показать то, что я умею. А сегодня, видимо, был такой настрой, что надо выйти и именно доказать то, что я умею делать хорошо. Очень здорово. Пару раз тебя в игре находил ко-MVP сегодняшнего матча, скажем так, Михаил Кулагин. У вас в процессе игры появилось это взаимодействие или как-то в течение лагеря вы нашли какую-то химию между собой? В течение лагеря я тоже как бы с Мишей нечасто попадал в команду, но, видимо, просто во время игры как-то почувствовали друг друга и начали получаться там моменты, бэкдоры. И все, и как бы, не знаю, что еще сказать. Как ты считаешь, многих ли ты людей обратил, внимание многих людей ты обратил на себя вот этим выступлением? Ну, я надеюсь на это, но, как бы, мне любое внимание это приятно, тем более тут много тренеров, которые смотрят, записывают, все, и я думаю, в дальнейшем мне это пригодится. Спасибо большое, Денис. Удачи тебе и спасибо за работу в лагере за сегодняшнюю игру. Ну что ж, сейчас на ваших экранах тренерский штаб, который уже наверняка начал обсуждение и определение кандидатов, но эта информация появится чуть позже. Следите за новостями на сайте РФБ. Пожалуй, мы... Вот идет раздача автографа, мне подсказывают, сейчас посмотрим. Как раз очень здорово, что здесь и много детей присутствовало на игре, и они бы имели возможность увидеть игроков в действии. Вот сейчас большое количество детей на второй площадке играет, и в то же время идет раздача автографов Кулагин, Левшин и Гудумак. Там втроем раздавали автографы юным любителям баскетбола. Ну что ж, да, и вернемся все-таки к главным тренерам. Мы видим, что там на заднем плане продолжается работа индивидуальная. Это Глеб Плотников работает с Зубковым. Вот, и как раз настало, да, после игры настало время индивидуальной работы одного из основных игроков сборной. И, ну вот, еще раз уже со спины покажем мы вам двух MVP этого матча. Кулагин и Левшин. Вместе они последними покидают эту площадку. Итак, совсем скоро, совсем скоро мы с вами узнаем те, кто, те фамилии, которые продолжат тренировки с основной. Сборной. Пока ты ходил разговаривать и вручать MVP, я уже начал подводить итоги лагеря и сказал, что, ну, такой первый опыт для нас во многом был и медийный. Многие вещи делались, которые вообще никогда никто не пробовал делать, в том числе как трансляции, прямые трансляции тренировок с прямым подключением интервью игроков и тренеров. Хотелось бы все-таки больше и вашей активности, уважаемые зрители, потому что мы работаем для вас и популяризация баскетбола. Не только результаты, не только результаты и не столько, наверное, все-таки результаты делают баскетбол любимым. Потому что мы помним, что не так давно в 12-м году сборная завоевала бронзу, но мы видим, что большого резонанса не получила. Значит, нужно искать другие пути для внедрения баскетбола в массы, не только баскетбола МБА, но и российского баскетбола. Это, конечно, такая большая комплексная работа не только Российской Федерации баскетбола, но и СМИ, но и болельщиков. Поэтому мы открыты и мы приглашаем всех вас для того, чтобы вместе развивать наш любимый вид спорта. Ну а что касается открытого лагеря, то, повторюсь, здесь мы в целом очень довольны тем, как он прошел. И хорошая была работа подведена. И как раз вот это, скажем так, подвели, подвели нужных игроков наверняка в хорошей форме. Они будут находиться к началу лагеря основной команды. Нечего даже. Да, все сказал. Все сказал. На самом деле, не знаю, как вам, нам было очень интересно. И я думаю, что, в принципе, те, кто посмотрели сегодняшние и предыдущие трансляции, тоже об этом не пожалели. Я думаю, что мы будем только увеличивать медийность и привлекательность сборной России, всего, что ее касается. И уже сегодня, наверное, или в ближайшее время определим, объявим, вернее, тех, кто продолжит работу в дальнейшем с национальной сборной. Следите за нашей командой. Это действительно сборная всей страны. И тот факт, что домашние матчи нашей команды этим летом и началом осени пройдут во многих городах России. Только это доказывает. Это очень здорово. И очень нужна обновленная сборная России и ваша поддержка. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Последнюю трансляцию из открытого лагеря 2016 года, которую для вас организовали Денис Кандалов, Тимур Мамиев, Вестелла Арсуага. И комментировали эту игру для вас Владимир Спивак и Олег Ушаков. Спасибо за внимание и всего вам доброго.